Десятилетний Саид мечтает о том дне, когда он сможет гулять, ходить в школу и просто обнять свою маму. У героя нашего следующего сюжета синдром бабочки. Редкое генетическое заболевание, когда кожа реагирует на любое прикосновение к нестерпимой боли. Но даже это не мешает ему радоваться жизни и быть ребенком. Побывала в гостях у Кодировых наш корреспондент Карина Баталова. Перечислять динозавров Саид может еще долго. Его большая пластилиновая коллекция этих доисторических животных растет с каждым днем. Винты на пальцах часто цепляются и мешают лепить, но без них никак. Когда на коже появляются раны, за ними нужен особый уход. На ровном месте пузырек образуется у ребенка. В начале, когда упадет, появлялись. А теперь, видишь, с каждым годом она чуть тяжелее проходит, эта болезнь. Там уже и слизистая страдает, и стоматологов очень трудно найти. Эта болезнь встречается у одного ребенка на 100 тысяч родившихся. Причина – поломка в гении, за которой в организме не хватает белка, отвечающего за соединение слоев кожи. Булезный эпидермолиз не входит ни в одну государственную программу поддержки. Об этой болезни, в принципе, в обществе знают немногие. Родителям детей-бабочек часто приходится сталкиваться с непониманием. У нас случай был. Мы в Москву летели с ним в больницу. Рядом с нами женщина села с ребенком. И она сидит, сидит и говорит, а у меня ребенок не привит. Мы от вас не заразимся случайно. Я говорю, у меня ребенок и привит, и у нас болезнь. Мы, например, сами можем от вас заразиться. Правильный диагноз Аиду медики смогли поставить лишь тогда, когда ему было 9 месяцев. У родителя мальчика не было сомнений. Надо бороться. И вот уже 10 лет Луиза ежедневно делает перевязки. Обычные медицинские бинты не подходят. Когда их снимают, кожа отходит вместе с ними. Нужны импортные, немецкие. Стоят они недешево. Ежедневный уход за таким ребенком обходится в 60-70 тысяч рублей в месяц. Вот эта одна повязка может рублей 800 стоит. И каждый день это нужно? Да. Эта повязка. Ставишь ее, крем ее. Потом сверху идут салфеточки, идут медикон. Потом это много чего, пока до бинта дойдешь. Каждый день детям бабочкам несет угрозу. Любая травма, даже маленькая царапина может обернуться отслоением кожи. Булезный эпидермолиз до сих пор не поддается излечению. Но если диагноз был вовремя поставлен и человеку оказывают правильный уход, то больной сможет нормально жить. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Каспийск.